Деревенской идиллии в Галчаново Фурмановского района приходит конец. Земли сельхозугодий скоро будут превращены в карьеры для добычи песка. 1700 гектаров леса, 180 гектаров полей. Все обратится в пустыню. В правительстве региона предположили, что этот проект экономически выгоден. Жители деревни считают, что власти подписывают им смертный приговор. Чем мы будем тут дышать? Сейчас вот с удовольствием траву можно понюхать, в лес сходить, со скотинкой посмотреть, а у этого уже будет тревога, а не жизнь. Будешь думать, куда пошла корова, какой она яме может оказаться. В общем-то, нам, пенсионерам, в таких условиях выживать трудно будет. В один день жители узнали, что скоро к ним приедет спецтехника и начнутся работы. Вопрос решен. Все поля перекопают, луга, на которых пасется скот, будут уничтожены. Нас даже не спросили. Даже не спросили. Вот я старость деревни, хотя бы мне предупредили, что собери там сход. Будет решаться вот такой вопрос, чтобы хотя бы деревня знала. Мы же не знали, мы же знали в последний момент, когда начали копать, уже когда сказали, что нам технику пригонять, мы тогда только узнали об этом. Это просто неуважение, я считаю. Для Ирины Рыжаковой это не просто неуважение. Это рейдерский захват. Несколько галчановских полей находятся в ее собственности. Придя на свой участок 30 мая, она обнаружила, что там выкопан котлован 4 метра глубиной. Взяли пробы, не важно, что этот участок принадлежит нам. Ну вот надо им и взяли. Чувствуют свою безнаказанность. Так как там на виду участок, который копать нельзя, давайте будем копать этот. Вот и все. Я думаю, это в общем-то все на поверхности. Ирина считает, что неизвестные брали пробы грунта. Женщина вызвала полицию. Те даже не стали составлять протокол. Посчитали, что ущерб нанесен незначительный. Ирина обратилась в прокуратуру. Она уверена, что даже если ей удастся отстоять права на собственную землю, ситуация не улучшится. Карьер не даст нормально существовать ни фермерам, ни обычным жителям. Это не помощь сельскому хозяйству получается, а вредительство. Там тоже будет карьер. То есть, по сути дела, мы будем обкопаны внутри карьера. Расти здесь ничего не будет. Здесь будет выдувание, здесь будет эрозия почвы. Да не сразу, да не в один день. То есть, продадим мы эти участки или не продадим, нашему хозяйству придет конец. Активисты из Галчанова написали десятки писем в разные инстанции. Местную администрацию, в различные департаменты, губернатору, в приемную премьера страны и президента. Они ждут помощи отовсюду, но ответов пока нет. Мы не хотим отпускать эту тему. Мы не хотим, потому что нам надо как-то выживать. Мы выживаем только со скотинами. Больше никак. Работы у нас нет. О вопросе выживания Галчанова власти Фурмановского района знают. Михаил Куприянов уверил нас, что держит ситуацию на контроле. Но кто перекопал частную собственность, нужно еще выяснить. На этой неделе, уверил нас глава администрации, состоится встреча фермеров с теми, кто выкупил землю. Полгода у них уже идут переговоры, насколько я узнал, буквально недавно. Нас в эти переговоры никто не посвящал. А недавно возникла такая скандальная ситуация, что там кто-то у кого-то землю отнимает. Мы, конечно, за этой ситуацией следим, пытаемся разобраться. Но я бы все комментарии дал после этой встречи, когда бы все заинтересованные стороны посадил бы у себя за столом, выслушал бы их мнение, и потом бы уже можно было о чем-то говорить. Пока истекают 30 дней для ответов официальных лиц и структур, жители, как на пороховой бочке, они каждую минуту ждут технику, которая уничтожит их отлаженное хозяйство. Как бороться с не совсем законными действиями, они не знают. И любоваться на кратеры из окон собственных домов не хотят. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.